там конце крайне видно исследованием это же хорошо причем шутки шутками на самом деле у нас уже с вами знаете сколько часов много 54 часа в игре 54 так ну что попробуем мужчину еще раз давайте бахнем за смелость олега сразу поставим мы сейчас учить его будем этого мужика я вот думаю может быть почаще щит с ним использовать просто так олега не бей пожалуйста как он его финтует а блин олег ты можешь не умирать пожалуйста олег а это ты ой финты и финты пошли финты и финты и финтулинки надо было от этой от этого круга мне кажется прям назад идти уже уже стала мне нравится твоя речь хоть кому-то нравится слава богу это было по позвоночнику больно да хватит там махать своими чем я уже ушла тебя мужчина однажды мне довелось рассматривать планету юпитер через телескоп и поверь мне она была прекрасна вот я сейчас так же смотрю на мою через телескоп прекратите разглядывать мои морщины там ничего интересного нет на него надо я думаю что более прокачанном идти на самом деле потому что он очень многом не сносит как бы тут еще в этом прикол он не и стамины сносит много и в целом я же сюда могу в любом случае вернуться да то есть это не как в подземельях например да что мне на мне крест поставят и все потому что если это так это прям хорошо откуда мы начинали от этого форта по моему туди а это же гнил а я мужа пришли сюда ну давайте тогда до этого форта вернемся не я к тому что есть знаете какие подземелья прям вот ты на лифт становишься и прям вниз там прям идешь 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 и как бы ты там на начальный костер может быть и можешь вернуться там же еще в глубине есть и что да не пойдешь же хитренький даже хитренький все ну-ка туда этот пока парень такой плотненький для нас я не знаю где ваша да находится но пока пока не подсказывайте мне пока ходим нас то есть там дверь который я не могу попасть на вечеринку почему-то мне какие-то камни нужны и я пока не поняла дети камни искать женщина охренеть и я уже погибла до жизнь нами просто ваншоте то есть мне сюда тоже рано или нет а куда от игре дайте господи серьезно я вообще не понимаю то есть мы эту часть карты открыли она как бы должна быть по сюжету но ты как бы сюда приходишь и тебе как бы сюда рано потому что тебя как бы ваншотят а куда тогда эти игра я вообще уже просто не понимаю а я даже не знаю ребята да куда эти серьезные не понимаю ну то есть здесь у нас все зачищено нам некуда идти здесь тоже вот здесь вот тут все это это уже конец карта были ну хрен его знаю чем разбираться ты скорпион нет я рукожоп походу судя по нашему прогрессу а куда еще идти в этой игре если не сюда то куда блин это бред какой-то серьезно на лифт я не могу пойти от меня каких-то ключей просят у них нет я не знаю где их искать я думала что где-то мы здесь наткнемся на них мы заберем пойдем дальше в итоге вообще никуда идти не могу здесь какой-то горшок стоит на спина это я тоже туда пройти не могу просто какая-то локация безумие серьезно без за единой логики адекватной я и дичьи по куда идти то есть и везде просто здесь нас шутают тут дракона они тоже шутают здесь тоже шутают а тут стоит дерево она у нас шутает тут дракон он тоже шутает соседи меня тоже шутают только сверлом опять о 2 с 2 сверла подключили молодцы ребята прямо красавцы о господи ты мне все вот вот это и есть два ключа нет это дразный дектус хорошо говорят правая половина находится далеко на востоке форте фарот что в драконе фарот это что это вот это классно меня здесь шутают можно мне как-то взять адекватно нет не пойду одна мне страшно бабка бабка тебе пипец ты на улицу вышла все я счастье убью здесь сто процентов смотри не спину нельзя сейчас смотрите мы их убьем подождите так в академии я была уже на западе посреди водяной локации насчет ключа и подъемника вам туда очень виновата хотя я верю что ваш скилл ну почти сработает я поняла он почти сработал действительно окей а если их попробую пробежать но они сразу на втором этаже меня могут наверно достать да посмотрим не ничего не прошло вообще ребят просто вот только загрузила игру реально только создала персонажи сразу пошла красную зону я смотрю красности дома блин точно моя локация серьезно так но хотя бы этим уже проще окей а игру надо проходить поступательно да по карте прямо так никто не делает нет впереди группа давайте посмотрим ладно все равно в любом случае нас уже ключи есть нам терять нечего здорово мужики вот это внезапно а почему вы голубые я не к цвету я просто а а почему им именно глуп как бы так спросить чтобы их не оскорбить то ладно мы сами дали он получили в любом случае поэтому чё пойдем слушайте но в принципе мы с вами уже получили ключ соответственно мы конечно можем сюда к лифту пойти но мне знаете что смущает что в целом ну то есть по моей логике мы вот эту всю часть карты с вами зачистили пошли вот сюда игра такая стопышечки тебе нужен колючек правая часть и ты идешь и там такие и он находится вот этом форте ты идешь в этот форт забираешь и мне казалось что это в целом логика того что тебе вся вот эта часть карты становится якобы доступна да нет а мы можем на вечеринку теперь попасть по моему да ну-ка подожди по моему когда я соберу две части дектуса дэст 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 дэк туса вроде бы как тот мужик не сказал что я могу попасть на вечеринку давайте попробуем на вечеринку попасть что же тебе пора от меня старого чудака тебе сейчас проком нет а может быть ночью нужно сюда прийти он же сказал на звездную вечеринку или может быть когда мы лифт откроем он тогда скажет я готов алронса это я еще не орала хочешь эти пару в ушко чтоб тебе барабанные перепонки лопнули что тебе нужно от меня а ты не хочешь да ну ладно или ты так не любишь я могу тихо поорать но от нежности у тебя тоже все лопнет может быть даже не уж понимаете чё тебя короче он не хочет мне открывать дверь соответственно может быть может быть история связана с тем что нам нужно открыть лифт и как бы тогда только мы попадем на эту вечеринку что я смотреть еще здесь прочекала тут оказывается здесь какая-то подземная пещера рядом давайте мы до нее дойдем меня же игра там не закроет ладно пойдемте сначала в пещеру она все равно близко а потом пойдем лифт открывать вот как-то вот в зелени пыши себя хорошо чувствую тут как-то вот как-то вот приятно знаешь никто особо не бьет но она скорее всего внизу да ребят она внизу а у меня нижняя точка только отсюда ах ты жопашник ну давай на остров чародеи ладно я боюсь что я боюсь что будет с мая если она окажется посреди тайги я буду грибы собирать не знаю ну что ты что мы будем сразу пытаться как-то организовать свой быт мы найдем съедобные грибы и ягоды найдем какой-нибудь лачугу не будет лачуги найдем пещеру подвинем медведя я знаю организм с ним костер наловим его рыбу чтобы он не возбухал там все быть нормально ребят я тебе говорю устроимся да не знаете что мне нужно было в свое время подсказать вот как вот как попасть сюда я нашла только под скалой проход она не нахожу и чат молчит но я не хочу чтобы ты не впрямую сказал я не знаю намекай то есть тут вопрос то что я просила чат намекнуть мне но мне вообще не намекают я не знаю как туда попасть пока что это тоже для меня например вопрос который еще остается волдын ринге открытым понимаете а только через а я мне что-то не говорят говорят и не заметил ты не увидела я-то думала я-то слепая и оказывается не слепая я просто через свои с нпс не разговариваю пошли не в жопу не можете поговорить каким-нибудь ладно теперь уже у меня мотивация появилась разговаривать в игре впереди нечто потрясающее хорошо кузнечный камень 4 кстати получили а может быть мы сможем уже прокачать мистер кто а ты мне кстати обманывал ой вот ты чувствуешь того что вот перед стримером немножко вот немножко вот оказывается оказывается что к тем альбинором подняться нужно через нпс а вы мне говорили внимательно смотреть по сторонам я сколько на это времени то потратила а и вот только сейчас на 11-ом стриме мне говорят о том что на самом деле там нужно нпс какого-то захомутать а я-то не а я-то ищу порожек я-то не знаешь на с мпс поговорить а так это надо было поговорить с нпс который мы поговорили подождите к то есть получается чтобы подняться туда у меня есть часть карты смотри я покажу тебе прикол и сейчас покажу тебе фокус смотри у нас есть у нас есть в соедине соедините медальоны включите подъемник роль да у нас есть правый тайный медальон рольда а вот где левый большой подъемник роль да откроет тайную тропу иными словами это необычный медальон способен привести своего владельца в земли святого древа а но нам нужно другой то есть я говорила уже с тем нпс но но мне нужна другая часть медальона да конечно вы мне говорили на скалу смотреть я помню ты смотри на скалу внимательно просто дыру носом протерла у меня аж нос меньше стал на пару миллиметров не помогло оказывается дело то не в этом мне везде надо понимаешь тут нет такого места куда мне не надо мне надо абсолютно везде если место думает что мне туда не надо место очень сильно ошибается боже сколько тут вонючего вонючки как это прям все пытаются меня убить поймать побить поломать и что я им всем сделал реально что вот есть так два лоха сражаются картина маслом просто никто пока не по кому попасть не хочет вообще этот мужик меня не бьет но я не буду наверно его тоже бить они вообще устали уже реально посмотрите эти в реальной работяге и тут я еще приперлась моргенштерном давайте драться но как-то некрасиво впереди благодать усыпанный руинами обрыв о не понял но красиво конечно может не действительно было рано в красную локу а нужно было вот сюда вот но зато мы прокачались красные локи мы немножко почистили почекали и потом вернемся до более прокачанными правильно правильно все смотри сколько камней получаем ёшкин ты кот ядрём батон ну мать твою ну птюнчик но я оптечку уже не туда тебе еще страдать и страдать любите любить кричать и кричать, обожать и обожать. Да нормально, чё? Мы русские, с нами страдания. Вы на ник мой посмотрите. Мне вообще уже терять нечего в этом мире. Погнали вместе болгарочкой соединим нашу любовь. Как же ты хорош, как же ты прекрасен. Дай бог тебе здоровья. И водочки из топарь. Вы русские своим богом. Вы уже с щитами проходите? Да ты ты господи. А она еще и жирная. Я тебя понял. Это походу как раз таки история о тёще. Может быть я как-то могу бэктрекнуться, нет? Например, вот так, понимаете? Бабка, не надо! Что ты такая? Она так на меня долго смотрела, она так долго рожала, кричать на меня или нет. Бабка, не кричи. Бабушка, не я взяла твои пирожки. Не кричи на меня, не кричи. Вот мне сверлят и я вам буду сверлить. Понятно? Я не одна должна страдать здесь в конце-то концов. За последнюю неделю мы поняли, что самое... Что нам сказал мир? Самые... Все страдания должны быть коллективными. Поэтому если сверлят мне, я буду сверлить и вам. Для полного погружения в 90-е нужна ICQ. Мне, кстати, им пользовалась. Очень крутая штука. Знаете, какой у меня был ник? Кстати, вот вообще, вы у меня, кстати, спрашивали всегда, почему БРМ, почему Big Russian Mom? Прикол в том, что у меня в ICQ было два ника. Два. Последняя из них Большая Мамка. Я не знаю, почему, но я жила на крайне Курска. У нас тогда вообще, даже в 2000-е, какие-то были, знаете, такие прикольчики с 90-ми. То есть, в принципе, общаться касаемо того, кто по феням ботает и кто у нас смотрящий на районе, почему-то было нормально, несмотря на то, что нам было 15 лет. И поэтому, как раз таки, в свое время я сделала ник Big Russian Mom на Твиче и, в принципе, с ним дальше иду, как говорится, по миру. Но знаете, какой у меня был первый ник в ICQ, как раз таки? Перед тем, как я стала там Большой Мамкой. У меня был ник Короткое Замыкание. Я почему... Я прям помню этот момент, что я хотела очень сильно выпендриться, но не знала как, потому что все себя называли какую-то там Вишенка, Плюшенка, Душенка, Сюшенка. А я такая... А я буду короткое Замыкание. У меня реально был ник Короткое Замыкание. Слышишь? Ну ты такая же, я понимаю, огонь, да? Покажи. Так, смотрите, в чем прикол. У нас здесь вот есть с вами проход вот сюда, в эту пиндюринку, да? А есть вот сюда дальше лифт. И как бы вопрос, да? Давайте вот сюда, знаете почему? Я вам сейчас объясню, потому что этот порожек короче, чем тот. На Твиче раньше была стримиша «Холодильник». Она из... Она из США и думала, что «Холодильник» это брутальное русское слово. У меня была похожая история у Рианны. Возможно, вы знаете, может быть и нет. Есть песня очень старая «Амбрелла». И она там такая... Вот. И мне в детстве всегда казалось, что она поет какую-то охернительно крутую песню про какую-то амбреллу. Что амбрелла это такое крутое, эпичное слово. То есть... А там еще Resident Evil же вышел. И тут это корпорация амбрелла. И я такая думаю, блин, Рианна, наверное, поет про что-то такое нереальное. А потом я узнаю, что это зонтик. Я все детство кайфовала с трека и чувствовала себя крутой, а в треке пелся про, сука, зонтик. Понимаете? Про зонтик, да. Это был зонтик. Ты далековато ушла. Э! Ну, блин, ты вообще, конечно, балда, Ивановна. Изогнутый меч бога-змея? Ты еще и похилилась, сука, да? Ну, давай, падай, падай, падай. Быстро падай. Жопу свою опустила? Спасибо. Блин, да пошла ты в жопу. Ты прыгаешь, короче, и хилишься. Понимаешь? Так нечестно. Я не знаю, с такой же... Иди ты, короче, в жопу. Так, меч изогнутый. Давайте посмотрим. А вообще не хочется прыгать наверх. Так, не спускаемся. У нас с вами какой-то появился изогнутый меч. Давайте его чекнем. Что за изогнутый меч? И что нам с ним делать? Изогнутый меч бога-змея. Изогнутый меч, напоминающий древнего божественного змея, клинок, которым жители вулкана Гельмир умершляли жертв во время религиозных обрядов, ныне позабытых. Убийство этим мечом восполняют ОС. Навык удара с разворота. Излюбленный прием ловких воинов. Наносите врагам быстрые рубящие удары с разворота. Вы также можете провести дополнительную атаку. Давайте посмотрим, как он выглядит. Если он большой, у него, кстати, сила от дышечки скелется. В принципе. А, ну он коротенький. Вот такой, да. Блин, тут интересная еще история, что какие-то умытопрозывы, например, я вообще не активирую, но они вроде... А-а-а-а-а-а-а-а. Вот такой прикол ты мне хочешь как-нибудь давать. Тихо, подожди. Ну что, Олег, погнали? И кто у нас здесь? Так. Здравствуйте. Мы к вам тут немножко пришли. Ага, слышим. Ага, дракон, да? Отлично. Макар? Змей Макар? Почему Макар-то? Серьезно, Змей Макар? Офигеть! Почему в Элден Ринге так любят русские имена? Ну, либо такие, знаете, близкие нам по духу. Макар, серьезно, Змей Макар? Офигеть! Олег даже выжил, представляете? Олег даже... Опа, чешучатый меч Магмала-Змея. Драконье сердце. 33 тысячи за него дали? Да он же... Почему Макар? Олег дрался с Макаром, понимаете? С первого Трая. Ну-ка. Опа. Вера восемн... Ага, я пошла в жопу, короче, понятно. Ну, ничего так. Причем он быстрый. Достаточно относительно. Быстрый, но Вера восемнадцать, так что мы идем с ней в жопу. И Скеллица... А Скеллица, кстати, от силы. И Скеллица от силы... Ну, мы вообще не верующие. Реально, у нас с Верой просто нет вообще. Я не знаю. Может быть, конечно, дополнительно и героям тоже нужно прокачивать Веру. Возможно, но... В любом случае нам... Да хотя и у нас меч тоже быстроватый. Для японского слуха скандинавские и византийские имена звучат круто. Это многие японские граделы говорили. Макар, да? Макар и Олег. Ну, просто как-то... А ну, знаете, тут больше, наверное, ирония в том, что совпало как-то. Был бы один Макар и был бы один Олег. Возможно, вопросов бы, в принципе, не было ни к чему. Но так как Макар состыковался с Олегом... Не, если здесь еще Борис какой-нибудь встретится, это все. Я просто полюблю эту игру. Скажу, что это лучшая игра года. Просто как-то вот... Все, это прям точно будет. Знаете, удар самое сердце. Ну что, ХП прокачиваем, да? Мы поняли по красной локе, что ХП нам как бы нужно прокачивать. Хотя в целом, на самом деле, кто-то говорит, что в красную зону вообще нужно идти, когда у тебя будет... А сила, подожди. Если мы прокачаем... Ага, оружие слева повысится и защита чуть-чуть повысится. Блин, урончик бы, конечно, тоже было бы приятненько прокачать. Но давайте, ладно, жизненную СЕУ до тридцаточки доведем. А там уже будем работать с этим. Если будет персонаж... Да не, не будет. Меня вообще какие-то персонажи Майя делают. То ведьма персонаж Майя, то в Дентлай 2 это вообще была какая-то воровка. Я же сидела и не знала, знаете ли, куда податься. Короче, я поняла. Мы, походу, зря пошли в красную зону. Нас там просто били и херчили. Нам нужно было в итоге вот сюда, да? Я так понимаю, что и вот здесь дальше все изучать. И я просто неправильно думала. Но в любом случае, знаете ли что, подумать тоже иногда нужно. Мы вернемся туда в красную зону, когда прокачаемся. Надерем там всем зад и покажем, что мы вообще молодцы. В этой игре сделали открытый мир, но не смогли его полноценно... Так тебе его наполнили. Там вот замок, там пещеры. Туда ходи, сюда ходи, тут исследуй. Ты же тоже, например, когда по какой-то территории едешь, у тебя же не везде вечеринки, бары, женщины разрадные, понимаете? И все остальное. То есть ты, допустим, едешь по какой-то трассе, у тебя бах поле, бах какие-то березоньки стоят, там тропинка, дорожка, потом поселение, потом снова березы, поле и все остальное. Я себя ощущаю, как будто бы я еду в Курск. В принципе, по тем физическим увечиям, которые мне наносят, прям вообще идеальная передача состояния. Тут я тебя понимаю, особенно если какая-нибудь маленькая маршрутка попадается. Ну, помнишь, когда ты, например, в Москву приезжала? Там же не везде были салоны Пандора по дороге. Нам бы карту, на самом деле, отсюда взять, раз мы уже сюда пришли. Ну, пока непонятно, да, где она. Так, мы с вами добрались до каких-то руин. Руины парфюмера. А что-то мы парфюмера, по-моему, с вами получали. Свеча у нас, по-моему... А-а-а, вот настолько ты парфюмер. А чем ты меня закидываешь? Да, он колокольчик этот, по-моему, делает. Впереди атака. Осторожно справа. Да я не буду его трогать. Идет, идет. Опа. А, вот здесь осторожно справа. Я тебя понял. Так, бахнем для смелости. Так, мужик, ты интересный парень. Ты парень интересный. Ты парень дерзкий. Хе-хе-хе. А мы-то на коне? О-о-о, одеяние убийц знамений. Длинные перчатки убийц, обувь убийц. Отлично. Там, кстати, есть сундук. Я, в принципе, за ним и хотела. Так, ну парни его очень сильно защищают. Прям активненько так. А если мы побежим? Делаем вот так. И сделаем вот так. Справочник перфюмера на секундочку. Хорошо. Очень токсичная к нам... А, там еще и подвал есть. Давайте в подвал спустимся. Впереди безопасность. Ну не факт. Сейчас посмотрим. Да, слушай, тут такая, на самом деле, места, что можно иногда и от цветка умереть. Не стыдно. Талисман парфюмера мы с вами получили. Что за талисман парфюмера? На секундочку. Давайте посмотрим. Давайте чекнем. Увеличивает урон от флаконов. А что за флаконы? Хорошо. Давайте посмотрим, что за флаконы. Флаконюшечки. Емкость для изготовления флаконов с духами? Я могу подухариться в этой игре? Все, мам. Время заняться импортозамещением. Тебе игра всей карты в руки дала. Ну, по сути, да. То есть новый аромат от БРМ под названием Кот красный. Так, а давайте чекнем касаемо пещер здесь. А что вот медузки прячут? Медузки, вы что-нибудь прячете, нет? Вот что там за тобой, а? Пещерка. Осторожно, тайная тропа перекат не поможет. Пещера мудреца, ребята. Прям мудреца целого. То есть мне нужно было дальше сюда идти. Видите, а я полезла в красную зону. Я же не знала. А теперь мы знаем, понимаешь? Мы теперь знаем и нам приятно. Омолаживающие пилюли. А можно мне их в жизнь перетащить? Во-первых, прыжки свои отставил. И попу свою поставил. Золотая, большая золотая стрела. Ох, тут столько, на самом деле, армора для лучников. Почему такая пещера богатая? Когти хищника. Не особо прям спрятанная. Смазка из драконии раны на секундочку. Так, а что за когти? Когти хищника. Коготь из двух острых тонких лезвий. Оружие убийц Вороновой горы, призванное воспроизводить атаки птиц смерти. Воин, владеющий такими клинками, способен совершать удары с воздуха. А его заряженные атаки напоминают грозные пике хищной птицы. Навык от шаг. Навык, который ценится ловкими воинами. Сделайте быстрый шаг влево или вправо. Это позволит вам кружить вокруг выбранной цели. Хоть, хоть. Ля, какая штука. Ну прям как, почти как росомаха. Действительно. Черные перья хищника. Костяная маска. Легкая, кстати. Плащ из черных перьев в хищной птице. Облачение убийц Вороновой горы. Наряд для ритуального переуплощения в птицу смерти. Усиливает атаки в прыжке. Мы хищные птицы в вестнике смерти. Что будет, если Майя сунет палец в смесь яйца и оливкового масла? Ой, Майя Нест. Это были приколы с тем, что... Если у меня было бы фамилия Нес, то, возможно, мне бы жилось веселее. Вот, сейчас хотя бы какой-то тайминг появился, что его можно было... Все, он улетел куда-то на 3 километра вообще. Я за ним бегать должна? Я вовстан и бегаю. Козела. На тебе, козел. На тебе, козел, блин. Блин, я вот так хотела красиво через бэкстабы убить. Да я просто хотела красивую битву с ним. Я прям думала, что я сейчас как спас спины к мужчине буду подходить. Раз такая его со спины тюкнула. Два тюкнула. А в итоге я его просто заспамила, блин. Какой-то, ну, бой, понимаешь? Он какой-то вышел не... Неблагородный, что ли. Я про это. А так, конечно, нормально. Главы семейства. Сепь дробящие. Сила ЕЕЕ, ловкость С. Искелец от мудрости. Три медных ударных груза, прикрепленных к рукояти цепями. Любимое оружие некроманта Гарриса, чародей Еретика. Грузы выполнены в виде голов его жены и двоих детей. Боже, как это мило. Особый навык семейный от злоба. Медные головы мягко ударяются друг от друга и призывают мстительных духов, преследующих врагов. Страдания погибшей женщины и все ее детей заставляют врагов трепетать от кнева. Он как бы сделал по образу своих детей? Или это прям его дети? В любом случае, это, конечно, мило. Нормальный такой кадилы, конечно. Неблагородным было бы, когда ты ему вставила сзади. Я хотела как раз-таки это сделать по-красивому. У нас там есть еще одна ячейка, огромная с сундуками. Мы сейчас туда вернемся. Единственное, что душа, чтобы не потерять. Давайте вернемся в начало локи. Погнали бахнем в силу. Защиту немножко себе. И сильный удар сделаем приятным. А с талисманом получается, что у нас уже сила 40. Как на секундочку-то с талисманом сюда-сюда пошла красавица. Все, в принципе, можно качать ХП и вообще в этом плане не стесняться. Тебе стоит кое о чем знать. Я должна тебе кое о чем предупредить. Недавно кто-то поселился в противоположном крыле крепости круглого стола. И я слышу даже отсюда, как духи воют и мечутся в страхе перед проклятием. Я слышу даже само проклятие, мерзкое и извращенное. Сотни душ слились в нескончаемой какафонии. Уму непостижимо. Сколько же несчастных обречено на такие страдания? Даже приращение не сравнится с этим зверством. Держись подальше от этого. Знаю, силы тебе не занимать, но прошу. Чувствую, в последнее время у меня все лучше выходит усиливать духов. Я вижу, как и почему бессмертная сущность проявляется в виде духа в золотом порядке. Мне понятно ее устремление, что ее притягивает. Даже сам мастер Хью сказал, что я уже не просто ученица. И снова приятно познакомиться. Родерика, профессиональная наставница духов. Ля, какая девчоночка. О, и реверанс мы с вами получили. Спасибо. Кузнец, а ты что-нибудь можешь сказать? Свои оправдания. Девушка проделала долгий пульс, и это как всегда бывает. Все время опыт делали ее сильнее. Отрадно видеть это. Заключенная чудище не заслуживает подмастерья или дочери. Но временами именно такие чувства я к ней испытываю. И размяк. И это нелегко. Так, ты там... А с ней обязательно обниматься, интересно? Или можно не обниматься с ней? Или если ты обнимешься, она тебе дальше какой-нибудь квест сдаст? Рад видеть тебя. Спасибо. Возможно, тебе стоит сказать. Я чувствую уже вот-вот. Меня охватит глубокий, беспробудный сон. И что-то мне подсказывает, что это накличет на тебя беду. Поэтому я хотел заранее принести тебе свои извинения. Прими их, душа, вселяющая страх. Хорошо. Я тебя ждал. Я все-таки решил покинуть крепость Круглого Стола. Как я и говорил, я отправляюсь на поиски благородного героя Золотой Маски. Возможно, мы с тобой еще долго не увидимся. Если ты хочешь выучить какие-нибудь молитвы, сейчас самое время. Может, ему нужно... Эта книга полна ереси. Записанная в ней молитва не имеет отношения к древу Эрт. Хорошо, я приму ее. Ой, я какое-то не то дала, да? Ему молитва слов, мне кажется. Извините. Но ересь так ересь. Что поделаешь? Родан. Генерал Родан, красногривый лев и бич-звезд, серепый воин. Его борьба с Малинией прервалась в звездных пустошах, к востоку от Замогилья. С тех пор красный гниль бушует в звездных пустошах. Даже добраться до этих земель – немалый подвиг. Говорят, остатки армии Родана и поныне там и выжигают красную гниль. Если это правда, значит, с ними может быть и Родан. Хотя, сдается мне, теперь он лишь тень себя былого. Претер Рикард – хозяин поместья в жерле вулкана Гельмир. Безжалостный судья, отвратительный в своем змеином обличье, он направляет войскам мучителей. Вулкан Гельмир расположен к западу от плата Альтус в землях Древа Эрт. Именно на этой земле разыгралась самая кровавая битва Раскола. Рикард совершил тяжелый грех богохульства и предал золотой порядок, навеки запятнав свое имя. Маргот, благословляющий, управляет столицей. Она находится у подножия Древа Эрт в востоку от плата, но два пальца не вилят туда ходить. Пока не соберем довольно великих рун для восстановления Кольца Элда. Но у тебя много других дел, загадочный монар. Слышал, тебе довелось пообщаться с Нефели? Это моя дочь, а я приютил ее, когда она лишилась благодати. Так, а она сказала, что открылась какая-то черня, или она про пальцы говорила, эта девушка? А нет, действительно дверь открылась. Начинается. А ты не враг? Тебе когда-нибудь доводилось ощущать проклятие всем своим существом? Ты знаешь, каково это, когда над твоей жизнью давлеет чума, когда тебя все боятся и презирают? По-видимому, нет. Ты всего лишь ягненок, ты ничего не знаешь о скверне и не ведаешь о своем невежестве. Мне больше до тебя нет дела. Я долго не знал покоя, покволь же мне побыть в тишине. И я просил тебя не тревожить меня. Возблагодари небо за эту безопасную крепость. Ибо лишь она оберегает тебя от скверны. Злой человек неожиданно, и впереди навоз. Ё-моё, да, тут вокруг него все такое. И он кровоточит такое ощущение, что... Ну, пока сидит, ничего не делает. Ладно. Ладно, мужик, мы тебя поняли. Так, хорошо, здесь мы все сделали, все, что нам нужно было. Нам давайте нужно возвратиться в эту пещеру. Почему? Потому что там есть один закуточек, куда мы не ходили с вами. Сейчас соберем там все сундуки. Стука ящиков. Так, птичья лапка. Черный капюшон. Коплевидный щит древа свечи. И личинка бабочки. Но, в принципе, неплохой улов. Так, возвращаемся обратно в пещеру. Так, теперь, смотрите, давайте-ка... Нам бы, скорее всего, наверное, на лифт вернуться. А что за обход, в принципе? Ну ладно, давайте немножко еще здесь поизучаем всю какую-то историю. Куда это все идет, и куда нам с этим податься. И в любом случае, потом еще поднимемся на лифте. Глаз зверя подрагивает. А что-то он дергается. Опять лодочник? А мы же уже дрались с лодочником. Лодочник, здравствуй. Так, Олежа, ты живой? Все хорошо? Сейчас я подальше с дедом разберусь. Я с дедом разберусь, ты там дальше разбирайся, как хочешь. Потому что с лодочником мы, на самом деле, уже дрались. Это уже не первый в нашей истории. Корень смерти еще один. А корень смерти нужен мужику, который сидит в башне, помните? Да, там был какой-то. И зов еще мы получили. Зов, наверное, тогда огромного скелета, что ли, вызывать на помощь. А душ за него дали. Как будто бы, я не знаю, там босс Босянра просто. Но тут еще, я думаю, должно быть какое-то место. Ну, то есть, какой-то, может быть, подвал в этих руинах есть. Да, кстати, подвал. Почему? Потому что нам же его открыла статуя. Где-то здесь, на самом деле, в любом случае, должна быть пещера. Вот в той стороне надо будет еще смотреть. Куда-то она туда направляется. Так, а ключи у нас с вами есть? Сейчас мы ее заюзаем. Так, пацаны, здорова. Вас там трое, да? А я одна. Талисман жемчужного дракона еще и на плюс один нам дали с вами. Давайте прочекаем. Заметно повышает сопротивление не физическому урону. Это типа магия? То есть, не физический урон. Это вот эта магия вся. Или это больше про отравление? Ну, это про что-то однозначно? Да нет, Родана я не убила. Мне этого мужика уже просто все описали. Говорят, это какой-то Родан. Здесь там какой-то... Причем, даже не кто это? А мне говорят, здесь какой-то мужик Родан. У него есть большой конь. И он тебя убьет. Я вообще не могу от этих мотивационных сообщений. Мне с каждым разом все веселее и веселее. Так, а пещерочка, пещеруночка. Вот она, походу, наша пещерочка. Штука Альтуса, хорошо. Открывается. Так, что, мы повышаем с вами уровень сила. В принципе, у нас с ракет вместе с талисманом. Бахаем тогда в хпшечку, чтобы у нас и защита, и хп увеличивалось. Спасибо, блин. Пацаны. Да как я так попала? Так, пацаны. Ой, опять эти плямбы. Ну, плямбы, ладно, ничего страшного. А, они, по-моему, кстати, бесконечные, нет? Вот эти, по-моему, бесконечные. Они еще обниматься лезут, кстати. Обнимашки. Ну, давай обнимемся. А ты прям такой серьезный, да? Ой, ничего себе. Ой, ничего себе. Вы просто только что взбудоражили мое сердце. Ладно, это был честный размен. Мужик, согласись. Ну, кто-то сомневался. Ну-ка, давайте-ка откроем, посмотрим, что там применить. Мечевидный ключ. Тем более, мы там их уже что-то много набрали. Пора их использовать, как-никак. Амулет с грозовым скорпионом. Ну, скорее всего, какой-нибудь защита от грозы нам дает. Усиливает атаки молний, но снижает сопротивление урону. Или какая хитрая штука? Осторожно, ловушка. Так что сперва краткая передышка. Угу. Угу. Ты хочешь сказать, что вниз можно пойти? Так и наверх можно. Давайте вниз прочекаем. А мне вот интересно, а теперь наша пушка вообще кровавая? А, она вообще теперь кровавый удар. Все. Кровавый урон, она не наносит, если она на тяжелую заточена. Угу. То есть мы, да, наносим больше, но кровавого у нас теперь нет. А, крабик! Господи, два крабика! А что вы умираете? А-а-а! Ловушка там стоит! Отлично! Минус две проблемы. А, ну это мы обратно пришли, да? Это никуда нас дальше не проводят, а чисто, чтобы мы такие посмотрели, какие мы хитренькие, умненькие, пошли дальше. Окей. Может, тут нужно быстро пробежать? Я думаю, что да. Откуда еще кидает? А, а, можно на ту сторону тоже пройти. Ну как, как, как он старался, как он тянулся? Ого! Мужчина, извините. Вы как-то внезапно оказались в моей жизни? Прям вот очень внезапно, извините. Так, ну это нам пусть боссу открывается. Хорошо. Это хорошо. Где-то открылась тяжелая дверь. А-а-а... Давайте попробуем к тому за чипунчику запрыгнуть. А у тебя ничего нет? Ой, я не могу ударить. А чего не могу ударить-то? Подожди-ка. Ну то есть к нему тупо за травой, да? Ну он такой, да. Рыцарь... С виду грозный, но в принципе приятный. Могла бы хотя бы одного рыцаря себе оставить, а ты их побеждаешь и побеждаешь. Так у нас Олег есть. А то, как это, Олег сидит, и я такая... Олег, смотри. Это новый рыцарь. Он теперь будет жить с нами. Мне кажется, у него возникнут какие-то вопросы, ребят. Давайте попробуем босса. Посмотрим, что там за приколы. Опять код. Олег, серьезно? Можно было, я добила бы кота? Спасибо. Колокольная серая сборщика ландыша, ребят. И плюс 12к есть. Олег, серьезно, ты много на себя берешь. Извини, пожалуйста. Но это мой босс был, на секундочку. Не, Олег, да, что-то как-то... Я причем сначала подумала, что код будет... Я посмотрела на его хвост. И мне показалось, что это какой-то прям здесь такой прокачанный код. То есть он прям будет тяжелый. Не знаю, там у него большое хп. Но может быть, а потому что я скилл поменяла. И у нас сейчас меч от, собственно говоря, силы. Что-то его прям быстро затюкали. И мы его еще и застанили. Блин, было бы, конечно, идеально, если бы я еще этим мечом и... Кровотек бы накидывала. А может быть, кровотек, типа, накладывается теперь сильным ударом? Так, а нам 25 нужно тысяч душ для прокачки. Но будем иметь в виду, что нам бы еще меч бы прокачать. Мы, в принципе, это еще можем сделать. Ага. Ты мне хочешь сказать, что туда можно пройти? А ну-ка. Ну-ка, на-ка. Скоро Олег будет в телеги присылать. Не. Перетребуется предательство, так что лжец не поможет. Ну, пока, да. Так, ладно, здесь не запрыгнешь. Хорошо. Мы делаем с вами вывод о том, что с данного места лучше, конечно же, прыгать не стоит. ХП 30, интеллект 20, стойкость 20, сила 40, ловкость слабенькая, мудрость тупая. Вера тоже тупая, колдосло хреновое. Он как-то вот... Прям, знаете, для этого, для Баду, мне кажется, резюме. Ладно, давайте на лифт попробуем. Уже потом, если что, к этим окрестностям вернемся. Я думаю, что в любом случае к ним нужно будет вернуться. Великий подъемник Дектуса. Поднять медальон. Мы его соединили. Показали. Интересно, у них тут лифты работают. Так, рыцари к нам лицом поворачиваются. Прям целую кат-сцену сделали для этого. Ничего себе. Почести в игре, почести. Ну, спасибо. Подняли нас. С вами. И где нас? А, ну нас тут само... Блин, где-то здесь должна быть по-любому часть карты, мне кажется. Нам бы ее бы забрать. А потом уже пойти по нашим делам. Остальным. Да лава не лава, да? Навейно огненной косой, макрасно в плаще, допят с капюшоном, стоит в полоборота на фоне темнеющего леса. В правой руке окровавленный мясницкий нож. С него в траву скатываются тяжелые капли темной крови. У ног малижет огромная голова волка с раскрытой пастью и мертвыми глазами. Из темноты наступают волки, и глухой рык подступает все ближе. Но на лице манит ни тени страха, ни тени сомнения. Ма почти не обращает никакого внимания на смертельную угрозу. Только в глазах читается вопрос. Кто следующий? Ну, заведующий. Давайте вот этого берем левого. Так. Хопа-топа, три прихлопа. Ля, серьезно? Я его тремя ударами застанила? Шесть тысяч дамага! Мужик, ты в футбол играешь со мной? Я плохая на пенальти, извини. Позови меня! Я тебя не мультанула? Ты под себя? Ты в курсе немножечко? Ах, ты шлянишка. Позови меня, грустный черт. Позови меня. А, вот такой, да, такой, немножко подтанцовка была такая. Знаете, подтанцовка подтанцовывала. Смотрите, что нас интересует. Нас интересует часть. Нам нужно звать с вами карту. Давайте дойдем до этого вот этой развилочки. И поймем, где наши карты. Потому что без карты все равно, в любом случае, знаете ли, ну, не так удобно. Не, ну вы, конечно, шить. Опа, вот она, карта, да. Какая вам кажется бабуля с похмелья? Никакой бабули нет. Я всегда с вами только таким голосом разговариваю. Дай мне часть карты. Give me my car! Так, поняшу, а нам нужно... А, мужик, здорово. А вот ты куда шляться-то пошел. И смотри, в чем прикол, хитрожопый-то. Нам-то дали даже не вот этой части карты, а только вот этой. Ну, хорошо, мы не против. Мы сейчас все будем поступательно изучать, смотреть, щупать, трогать. Смотрите, сколько у нас тут места. Мы сейчас вот сюда сходим, прочекаем, что здесь за прикольчики. Ну, давайте, да, тут часть карты, которая у нас открыта, будем изучать. Вот здесь какие-то вышки. Дерево у нас здесь есть, это круто. Мы до дерева дойдем. Пещера здесь есть одна, прям 100% полюбасная. Какая-то вышечка у нас здесь есть, да, с тобой? Вышечка у нас здесь есть. Какой-то мостик есть. Смотрите, здесь какие-то деревушки у нас, да? Вот здесь какая-то пиндюринка. Все отлично. Работаем много, работаем. Так-так, кто это тут у нас? До чего же приятно увидеть знакомое лицо за стенами крепости Круглого Стола? С тех пор, как я покинул ее, я кое-чему научился. И буду рад поделиться своими знаниями с тобой. А мне ничего тебе не надо. О золотой маске благородном герое. Пока я так и не встретил золотую маску. На этом пути меня могут подстерегать опасности, но я все равно пройду его. Покинув крепость Круглого Стола и странствуя в одиночестве, я понял. До чего же скудны на самом деле мои познания? Так, ну и хорошо. А мы сейчас с вами здесь. И давайте тогда с этого места мы будем с вами что-нибудь сейчас изучать. Смотреть вот сюда бы я бы, на самом деле, назад бы пошла бы, чисто пощупала и все. Дерево так близко уже находится, кстати говоря. Давайте с вами вернемся вот сюда. Я бы вот эту вот зону до конца бы прощупала. А потом шла бы вперед как раз-таки. Чат простой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я что-то подумала, что там дорога. В небеса. Холод, прикольно. Молниеваясь. Ты в курсе, что я вижу, откуда ты меня стреляешь? И я к тебе иду. У меня к тебе две хреновых новости. Я вижу, и я иду. Ой, привет, красавчик. Меня просто оттолкнуло от себя. Я просто... У него какая-то, знаешь, как будто бы магниты одинаковых полюсов с ним. Никак не можем состыковаться. А что, это просто какой-то лагерь, да? Ну, по-моему, в таких лагерях должны быть какие-то сундуки все равно, да? Какой-то прикольчик должен быть. А учитывая, что здесь было 2А. Ну, конечно, вот. Ну, сейчас конкретно мне эта жертва на импед, конечно, не нужна. Но спасибо. Она такая дорогая, что ее весь лагерь защищал, да? Я так понимаю. Да ее вообще не душная, кстати. Это у кого там смелость появилась? Золотой меч тролля? Слышь, ты где смелый? Выходи. Да я щитом тебя чисто за... Опа, опа. Блин, мне кажется... А вот мне интересно, кто-то бьет вообще? Ну, через щит играть? Я его чисто щитом поешь обдубасили. Так, ребят, меч тролля. Так, сила 29, ловкость 10, в принципе, норма. Физическая атака норм, пассивных нет. Меч, дарованный великанам, сражавшимся в великанской войне на стороне древа Эрт. Эти великаны давно лишились рассудка, однако до сих пор не расстаются со своим оружием. Вид у него весьма плачевный, по золото совсем стерлось. Есть навык рык-тролля. Посмотрите вдали и испустите нистовый рык, чтобы вызвать мощную ударную волну, которая отбросит ближайших врагов назад. Затем проведите сильную атаку, свирепый удар сверху вниз. Ну, он тяжелый, он долгий, да, он прям... Если мой якобы медленный, то этот прям... Х2. Я причем вот эти полоски почти пропускаю. Я их визуально не всегда различаю, что их можно что-то взять. Талисман большого щита. Чекаем. Повышает эффективность блока. Это прикольная штука. Но у нас стоит штука, которая увеличивает силу. В принципе, если мы силу вкачаем, можно поставить прикольчик на блок, потому что блоком, по сути, мы самим пользуемся. Вот этот талисман уже был прям, ну, надбед. Беднат. Так, пойдемте тогда по низинушке пройдемся. Если что, потом к вот этому костру вернемся. Один. Это что, с прикол был, да? Я даже с коня слезала, потому что к бою... Сюда иди! Стойте! Пепел войны кровавый клинок. Почему они такие... Ну, слабенькие. Не, это прикол какой-то серьезный. Они не должны так умирать. Серьезно. Не, не, не. Я же готовлюсь. Не, это прикол. Они, наверное, какие-то фантомы, нет? Из них душа... Мне душу за них дают, да. Ребят, поверьте, я сейчас... Ну, мне самой сейчас неловко за то, что происходит. Учитывая, что у нас просто в красной зоне. Я там реально по самой небалую просто. Мне аж я плакаю. Понимаешь, я стою, а мне плакать хочется. Блин, ну там... Ну, давайте в пещерку глянем и пойдем отсюда нахрен. Ну, это место, да, наверное, такое. То есть оно, наверное, предназначено... Ну, как бы, чисто теоретически, мне кажется, игра такая, думает, что надо сюда позже приходить. Точнее, раньше приходить. А вы видите? Хватает у нас ключей. Шесть, и везде по два же еще вставляется. А не по одному. Тоже, да, прикол? Здорово, мужик. Старый туннель Альтоса. О, мужчина. Мужчина, у меня к вам есть кое-что интересненькое. Подождите. Не, мы не с этим будем. Вот так. Мужчина. Здравствуйте. Как ваши дела? Собака на... За что? Абазон. Тут и собаки, и мужчины. А что вы сразу не сказали? Почти смену закончили. Но случилась Майя. А с Майей случились собаки. У него дела хорошо. Та-та-та-та-та-та. Стоишь? Сейчас я тебе постою, козел. Что тебе не так? Я тебя поставила стрелы. А типа, ей нужны большие стрелы. На тебе большую стрелу. вы чё все ко мне пошли а непонятно да куда идти непонятно устрою и ни 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 у меня меча нет отстань иди отсюда моя лестница пошел в жопу а спасибо олег с кем ты дерёшься объясни мне пожалуйста я тебя уволю я тебе клянусь олег остановись пожалуйста большая дубина спасибо хватит ты вообще не на они сейчас сюда приду да ну иди сюда нате вам козлы да а двуручник рыцаря кстати такой же как у меня мы получили олег ну ты вообще не в не в ту сторону работал скажу я тебе блин 12000 жак что я там 15 на самом деле про про фокула почему потому что могли бы еще прокачаться вот единственное вот это обидно на самом деле а так в принципе нормально получили с вами булаву рыцаря какую-то не удачи не рыцаря от роли по моему да ну-ка счет чекнем а вот она да огромная дубина из твердого дерева чтобы крушить ее врагов достаточно одной только грубой силы ношение такого оружия может показаться святотатством ведь согласно поверьям это ничто иное как отмершая ветвь древа эрт она источает святость и никогда не ломается навык золотой край вонзите оружие в землю и соберите силами выпустите шквал священной энергии форме золотых дротиков используйте навык повторно чтобы провести сильную атаку мощный размашистый удар хорошо эта пещера того стоило окей согласно эта пещера реально того вот ради того чтобы так тупо поржать действительно того стоило так а значит это уже дальше идет у нас история приколюха давайте тогда возвращаемся тест на вот сюда и отсюда продолжим дальше изучать эту часть карты ты чё себе позволяешь а ни хрена си у тебя лук а можно мне от него лук достанется шлем этого знаешь тот неловкий момент когда ты от мужика просишь лук а он тебе выдает а стрела мне такая в придачу дойдет и так понимаю спасибо весьма неплохо весьма шлем рыцари поклявшихся защищать лейдл столицу королевства судя по золотой короне его владелец доставился чести оберегать само древо прошу я могу их прочесть покажи мне свои пальцы о благодарю на востоке золотые руины на западе змеиное логово куда бы ты не вел свой путь его стоит пройти куда бы ты не вел свой путь он будет безрадостным это проклятие проклятие королевы марки давайте прочекаем что за мне портал а то есть я как бы туда но просто найти противоположную сторону ты меня затянула мне тоже так встать нужно у нас есть такая поза нет рука какая-то но это не совсем взмах рукой у него он как-то вот так делает у нас вы походу не до не хочешь разговаривать не надо ладно странно какой-то мужик попался у одеяние боевого мага на рукавнике обломки блестящая корона хаймы у нас это еще была одна башня в самом практически начале который мы не открыли потому что у вас по моему жеста не было специального изношенная мантия студент академии рай и лукари видимо ее порвали во время битвы всякий раз когда начиналась война и ворота академии запирались лишь ученикам хаймы хватало смелости выйти наружу уединение не помогает сделать открытие то лишь способ спрятаться от внешнего мира спонсирует так все теперь ты самая красотка с сексуальным голосом во 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 вот там веточки торчат и она как бы смотрит вдаль до в какую-то неизбежную такую даль так а чё мы делаем с вами значит сюда альо я кадр ставила упа а бабки-то танцуют бабули пастбищу восточной мельницы отсчитывал задвиж пацаны научит это вечериночка жесткая давай 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 танцуй сейчас я покажу учет у меня синий капюшон мы взяли одеяние верьможи какой-то меч парные клинки рыцаря на карте хрена мантина какая-нибудь так но на этих самих мельницах и так понимаю что ничего особо нет да он еще доходи мельница так еще мельница ведь мы на этой были а ну-ка вниз к как спуститься так а здесь на что мы кстати древо скоро можно спуститься да по моему да прям близковато здесь ты ж вроде лежал баба бабка ты ж вроде отдыхала пошли агрессивно пастбище деревни ветряной мельницы подбищу восточной мельницы пастбищу западной мельницы а сюда вот если подняться пока бегали уже ночь настала а что с этими бабками интересно случилось что с этой вообще деревне произошло что с ума сошла что-то пляшут и пляшут пляшут и пляшут допустим может их вообще бить не надо они они агриться на меня я думал может быть они агриться потому что я кого-то из них убиваю они в перманентно для меня апостол божественной кожи опять но этот какой-то такой ощущение что попроще бахаем для смелости звони малежану понятно сейчас по ходу с бабками будет драться последний удар ну да конечно наконец ним гораздо проще чем вот это вот вблизи он когда такой пинти 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 ты такой куда идти куда идти что делать свежеватель ребята божественной кожи и карающие черное пламя это которым он собственно говоря бахает нам за него дали не но это конечно попроще пацан это прям вообще что изи то есть убили наказали даже принципе не заметили его вот эти 50 50 давайте посмотрим что за меч он дает диковинный парный клинок пугающего вида принадлежала постулу божественной кожи сер подходит для рубящих атак а витой шип можно вонзить в тело врага сражаться таким оружием способен лишь опытный воин навык черный огненный смерч вращайте вращайте оружие над головой затем покрутить его погрузить его в землю и выпустите черный огненный ураган чтобы сотворить вихрь нажмите кнопку или клавишу во время вращения но давайте просто чекнем как ух ни хрена себе какая красота какая лепота его оба оба не ну вот это блин прикольная штука кстати говоря твой серп прям моё почтение а что у него за статы ловкость 22 кстати то есть в принципе он не требует ничего остального и от ловкости он искерится ну вот для например для чуваков которые именно на ловкости например делают активную до прокачку я считаю что прям вообще огонь да можно так хп шичку поднимаем еще соответственно увеличивается у нас умунитет увеличивается у нас некоторые статы в виде магии всего остального это тоже хорошо выкачаем мы себе хп шичку чтобы она у нас прям была так это мы вот эту с вами зону да получается прочекали я бы на самом деле бы к дереву бы спустилась раз такой прикол уже произошел может быть там у дерева мы с деревом подеремся нашим любимым ну что давайте протестим при недавно дерево не било хочется немножко здорово хочется немножко дерево а ты не дерево черви мордой еще нахрен мать на женщину может все что-то льется кстати о это это смерть до накидывается не 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 иди как ты в жопу со своей смертью надо прям смотреть за это я олег я пока здесь на чисто на связи ладно я вот тут я я тут если что вот я прям здесь я прям здесь я прям тут лежа лишь сейчас там просто блюет на меня не очень выходит прости меня я повышу тебе зарплату я клянусь ладно да я последний удар нанесу давай все ну олег ну серьезно что ты там что ты там телемпаешься снимаем что ты там с ним телемпаешься один удар и все ну или честное слово я тебя моля пролитая багровая слеза кропчатая кристальная слеза а отлично новые обилочки для волшебной слезы мы получили с вами олеж но вроде взрослый мужик серьезно с каким-то детям справиться не может все без меня что там все ходит и ходит так но это еще одно дерево у нас с вами про чек она отлично это еще одно дерево у нас с вами про чек она так отдали им колокольные сферы что у них появилась у них по и во первых у них появилась кузнечный камень мрака 3 кузнечный камень мрака 4 наверное это хорошо могильный ландыш 3 левела у них появился 1 2 3 дуги треснувший кристалл в общем все то что нам нахрен не надо да спасибо бабки бабушки спасибо большое добро пожаловать хорошего вечера может мы кстати на новую прокачку накопили да можно усилить кузнечный камень 5 уровня у нас вами есть кузнечный камень шестерочка бахаем все плюс 17 у нас тяжелый двуручник прекрасно не просто двуручник отяжеленный прям просто мы в руках носим и он как будто бы вот падает из наших рук но на самом деле не падает